Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите программу «Мастер спорта». Футболисты самарских крыльев советов ведут подготовку к новому сезону. Напомним, его клуб проведет в российской премьер-лиге. Сейчас команда находится на сборах в Сербии. Игровая часть подготовки завершилась. Крылья сыграли пять матчей. Четыре выиграли, одну встречу проиграли. Участнику Лиги чемпионов УФА. Подробнее в следующем материале. Сохранить основной состав. Такая задача стояла перед руководством крыльев советов на этом межсезонье. Цель была выполнена. Лидеры команды переподписали свои контракты и будут продолжать защищать цвета самарского клуба. Новые соглашения на выгодных для клуба и игроков условиях подписали Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Владислав Сорвели, Юрий Горшков, Роман Ежов. Ранее это сделали Дмитрий Кабутов и Денис Якуба. С лучшим бомбардиром нашей команды Иваном Сергеевым клуб продлил действующее соглашение на три года. На этот же срок контракт с клубом перезаключил и главный тренер Игорь Осенькин. Под его руководством крылья вернулись в элиту российского футбола, набрав в первенстве России 100 очков и забив 100 голов. А также дошли до финала Кубка России. Но без потерь все же не обошлось. Команду покинул Владимир Полуяхтов. Он выступал за крылья с 2018 года. Футболист провел за самарскую команду 71 матч и отметился двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне Полуяхтов нес большой вклад в результат команды, являясь одним из лидеров коллектива. Задача на новый сезон – укрепиться в середине таблицы и избежать вылета из премьер-лиги. Готовясь к выполнению этой цели, крылья советов проводят тренировочные сборы в Сербии. В начале сбора команда проводила занятия два раза в день. Тренерский штаб постоянно давал новые упражнения, применяя различный спортивный инвентарь. Перед первым контрольным матчем к команде присоединился Сергей Пеняев. Это 16-летний талантливый игрок, который проходил стажировку в одном из лучших клубов мира – Манчестери Юнайтед. Прошлый сезон он провел в команде Чертанова. Сейчас несколько клубов борются за право подписать контракт с игроком. Первым соперником крыльев оказался хорошо знакомый самарцем Спартак Суботица. С этой сербской командой крылья часто играют на сборах. В этом году зимой соперники тоже проводили контрольный матч. Тогда волжане оказались сильнее – 4-1. В этот раз проблем тоже не возникло. Самарцы забили пять безответных мячей и начали тренировочный сбор с уверенной победы. Свою вторую победу в этом межсезонье самарцы одержали над другим сербским клубом «Пролетер», занявшим в национальном чемпионате восьмое место. Крылья советов играли двумя составами. На ход матча сильно повлияла изнуряющая жара. Термометр перед стартовым свистком показывал 37 градусов. Сказались и тренировочные нагрузки, которые были на максимуме. Тем не менее, преимущество самарцев оплатилось в голы трижды. В первом тайме Роман Ежов четко и красиво реализовал выход один на один. После перерыва сначала хлестким ударом Дмитрий Ефремов увеличил преимущество, а затем прострел Дмитрия Кабутова замкнул Сергей Пеняев. В конце встречи соперник один мяч отыграл. Заключительный матч первой части сбора Крылья проводили против чемпиона Черногории последних двух лет командой «Будочность». Футболистам из-под Горицы предстоит участие в первом этапе Лиги чемпионов. Им играть с финским «Хиком» и встречу с самарцами они рассматривали как генеральную репетицию, которая оказалась успешной. Черногорцы победили 3-2. В составе Крыльев отличились Владислав Сарвели и Сергей Пеняев, который забил у самарцев в трех товарищеских матчах подряд. В этом матче дебютировал за Крылья и первый официальный новичок команды в этом межсезонье – полузащитник Данил Липовой. Он будет играть под 13-м номером. Он начинал свои первые шаги в футболе в Самарской области, поэтому даже не сомневался, где продолжать свою карьеру. Во второй части сбора команда провела еще две контрольные игры. Обе против сербского клуба «Роднички-1923». Матчи завершились крупными победами самарской команды. Сначала голы Ежова, Пеняева и Ефремова помогли Крыльям одержать сухую победу 3-0, а вот во второй игре сохранить свои ворота на замке не получилось. Сербы забили усилиями Ильича, на что Крылья ответили четыре раза – дважды Липовой, Сорвели и Цыпченко, который реализовал пенальти. Для Дмитрия этот гол стал первым после возвращения на поле после травмы. Самарская команда продолжит тренировочный процесс на сборе в Сербии до 9 июля. Перед началом нового сезона Крылья Советов сыграют еще два контрольных матча с Уралом – 11 июля в Екатеринбурге, 18 июля в Самаре. А уже затем волжане откроют чемпионат России по футболу – домашним матчем с Ахматом – 25 июля. А вот юные футболисты играют ближе к дому. В Самаре стартовал районный этап турнира «Лето с футбольным мячом». Чтобы мотивировать детей, им показали Кубок первенства России, который Крылья завоевали в минувшем сезоне. На открытии турнира побывала наша съемочная группа. Вовремя отдать пас партнеру, получить пас в ответ и ударить поворотом. Даже если ты игрок дворовой команды, у тебя есть шанс раскрыть свой потенциал. В поселке Мехзавод Красноглинского района стартовал районный этап областного футбольного турнира «Лето с футбольным мячом». В этом году соревнования будут такими же масштабными, как и в предыдущие годы. Он уже 13-й год проходит на территории нашей области. И, как видите, с каждым годом любителей непосредственно вот этого турнира становится все больше и больше. Дети, то есть, активно участвуют. Чтобы мотивировать участников, на открытие привезли Кубок Национальной футбольной лиги. Ребята у нас ждали этого открытия. У нас это проводится ежегодно. У нас сегодня вообще тут чудеса происходят. Вы видите, что у нас сегодня здесь стоит Кубок, который наша команда в этом году завоевала, благодаря чему вышли в Премьер-лигу. Но победа – это не самое главное. Основная цель проекта – приобщить детей и подростков к здоровому образу жизни. Я уже где-то 8 лет занимаюсь. Потому что мне самому нравится в футбол играть. Мне так и самому нравится. Мы сильнее всех, мы лучше играем. Мы очень хорошо играли. Следующий этап соревнований – городской. Он пройдет с 23 по 24 июля. Готов к труду и обороне. С таким лозунгом в прошедшую субботу стартовала акция «Выходные с ГТО». Еженедельно, каждые выходные, вплоть до 29 августа, любой желающий может испытать свои силы в сдаче нормативов ГТО на мобильной площадке в парке Гагарина. Подробнее об акции и о ее первых участниках расскажет наш корреспондент. Субботнее утро Олеси и ее мужа Ивана началось с 5-километровой пробежки в парке Гагарина. Со спортом семья Архангельских на «ты» и проверить себя в разных силовых испытаниях возможности не упускают. Узнав об акции «Выходные с ГТО», ребята подали заявку на участие в сдаче нормативов. Упражнения из комплекса «Готов к труду и обороне» Олеся и Иван сдают не впервые. До этого пробовали свои силы в тестовом режиме. Утренняя пробежка позади, и вот семья уже на спортивных снарядах. Прогнозы оптимистичные, признается девушка. На «Чайке» как-то проводили тоже в честь ГТО какие-то были соревнования, и там можно было себя попробовать. Но вот мы себя попробовали, поняли, что в принципе мы что-то можем сдать, что нужно тренироваться. И вот записались, решили сдать. Я точно на бронзу смогу сдать, но я хочу именно золотой знак отличия. Я постараюсь. Всего девять заданий, это реально. Начиная с 3 июля, по примеру Олеся Ивана, любой желающий сможет испытать себя в сдаче нормативов ГТО. Еженедельно, каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 14.00 на площадке рядом с футбольным стадионом в парке Гагарина, будет работать мобильный комплекс со спорт-объектами, где под наблюдением судей, посетители парка смогут пройти испытания в тестовом режиме. Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, желание заниматься спортом, желание физической активности у населения никуда не ушло. Именно на это направлена наша спортивная акция, для того, чтобы у людей была возможность испытать себя, проверить свои силы, и получить знак о выполнении нормативов ГТО к труду и обороне. Чтобы выполнить нормативы и побороться за знаки отличия ГТО официально, желающим нужно предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно направить заявку с пометкой «Выходные с ГТО» на адрес электронной почты, который вы видите на экране. Пройти испытания официально смогут жители Самары основной медицинской группы в возрасте от 6 до 65 лет. Необходимо также иметь допуск врача. Физкультурно-оздоровительная акция продлится до 29 августа. На этом все. Больших побед вам. Удачи!